Сейчас ученики школы номер один в Дарусуне каждое утро ходят в деревянное здание, которое изначально строилось как общежитие для преподавателей. Приспособленное помещение очень тесное, парты занимают все пространство и все равно места всем не хватает. Школу посещают 372 ученика. Девятиклассница Анастасия Вершинина активно готовится к поступлению в ВУЗ. Настя хочет стать переводчиком, однако ограниченность школьных условий и возможностей, как она считает, тормозит образовательный процесс. Возможно, какие-то более интересные уроки проводились бы в связи с условиями, те же самые презентации. Порой не хватает терпения слушать на аудирование по-английскому, потому что очень тихие динамики невозможно. Если бы были хорошие условия, те же самые колонки, было бы намного проще. В некоторых кабинетах не хватает места и приходится садиться по несколько человек за парту. Педагогический состав в школе очень крепкий, текучки нет совсем. Уходят педагоги только в одном случае – на пенсию. Елена Петрова после ВУЗа вернулась в Доросун и преподает английский язык уже 13 лет. Многие дети увлекаются изучением английского языка. И мне, как педагогу, хотелось бы, чтобы нам построили современную школу, в которой есть все необходимые условия для того, чтобы обучать и развивать достойных людей. У нас в школе нет рингофонных кабинетов, которые при работе в современных условиях – это является неотъемлемой частью наших занятий. Библиотека настолько мала, что книги можно взять только домой. Пищеблок ремонтировали перед этим учебным годом. Теперь вода сюда поступает по трубам. От мытья посуды в тазиках наконец отказались. Столовая вмещает не больше двух классов. Дети питаются посменно. Туалет хоть и теплый, но на улице. Проблем хватает. Наша школа требует хорошего не только ремонта, скорее всего, больше требует уже новой школы. Это да, очень сильно ведет стены. Как бы мы ни клеили обоих, будет рвать во всех местах. Это во-первых. Во-вторых, у нас в этом году начал сыпаться потолок. Причем очень так сильно, активно все это с него слетает. В двух кабинетах и в спортивном зале. В этом году сделали нам новый потолок, потому что он настолько паровис, что уже была опасность того, что он в конце концов рухнет. Условий для обучения нет. В прошлом году стоял вопрос вообще, что школу к началу учебного года не принимать, потому что здания аварийные, были перекрытия. Но так как был закрыт путь и провод был ремонтом, мы понимали, что в круговую через станцию Туринск мы не обеспечим подвоз 370 человек. Срочно провели ремонт крыши, потолков и снова школу запустили. Вопрос о строительстве новой школы здесь решался 35 лет. И, наконец, в 2023 году начнется строительство. Несколько раз переделывали проект, не было финансирования, деньги нашлись. Школу будут строить по госпрограмме развития образования. Уже отведен участок в 5 гектаров. Кстати, именно здесь несколько десятилетий назад стояла школа, которая сгорела в 80-х годах. Территориально месторасположение самое подходящее. Примерно одинаковое расстояние в обе стороны до границ поселка. Здесь среди этих деревьев разместится сам корпус школы. А выше расположена будет котельная школа и большой участок еще дополнительно под стадион школьный. Школа большая, проект прекрасный. Там и для маленьких детей, и для больших школьников все предусмотрено. Два спортивных зала, актовые залы, все, что необходимо для обучения детей в одну смену. По проекту школа будет рассчитана на 520 мест. Это позволит перевезти сюда учеников из двух аварийных школ поселка. Стоимость строительства – 1 миллиард рублей. Если работы начнутся вовремя в 2023 году, то в 2024 году проект будет сдан. Вера Садулина, Антон Носов, РТК Забайкалье.